Здравствуйте! Это «Легенда цирка». Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. Написал Высоцкий в 1971 году. Но тогда он еще не знал, что эта песня окажется по-настоящему пророческой. Всего через год, в 1972-м, не станет его любимого друга, клоуна-мима, Леонида Янгибарова. Вот он на экране, и это одна из его последних фотографий. Янгибарова называют поэтом. Его репризы способны дотронуться до самого сокровенного в душе человека. Они заставляют смеяться и даже плакать. В 20 с небольшим к нему пришла всесоюзная слава, а в 37 его уже не стало. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Леонид Янгибаров – создатель нового амплуа в цирке. Янгибаров, наверное, первый и, может, последний, кто вот до конца, от начала до конца был конным философом. Он выходил в одной майке и в штанах, значит, на манеж, но мог все. В 1959 году Леонид Янгибаров дебютировал на манеже Новосибирского цирка. Знакомьтесь с молодым армянским комиком Леонидом Янгибаровым. Сокровое училище он окончил совсем недавно. И уже устал звать прочной-прочной симпатии зрителей. А еще через два года попал на самую престижную площадку в московский цирк на Цветном бульваре. Публика аплодировала стоя. Он выделялся среди других клоунов. Молот. Его коллеги вне возраста. Худощав. На арене работают люди покрепче. И элегантен. Модная полосатая футболка, шелковый платок, штаны на лямке, никаких париков и почти никакого грима. Его репризы на манеже выглядят слишком тонкими и слишком умными. Юрий Никулин говорил о нем. Янгибаров, не произнося ни слова, говорил со зрителями о любви и ненависти, об уважении к человеку, о трогательном сердце клоуна, об одиночестве и суете. И все это он делал четко, мягко, необычно. Мало того, отец всегда про Янгибарова говорил с огромным уважением и даже с оттенком такой профессиональной зависти. Потому что совершенно другое. Новый отец-то любил новое. А Янгибаров никогда не боялся экспериментировать. Это одна из самых популярных его реприз. Катушки. И хотя клоунада не предполагает сложных трюков, Янгибаров берется за постановку этого номера. Катушка. Деревянный, стальной или пластмассовый цилиндр высотой 25 сантиметров или больше. Ее диаметр 15-20 сантиметров. Доска для балансирования делается из легкого дерева или оргстекла длиной 70-80 сантиметров. Чем длиннее доска, тем больше ее ход при балансе. Мастерство исполнителя заключается в том, чтобы контролировать ход пяти катушек одновременно. Но для Янгибарова важнее сюжетность. Когда публика начинает аплодировать достижению калибристики, клоун вдруг выворачивает карман, а там медаль. Распахивает пиджак, а там медали. На спине – медали. И даже под шляпой. Такое самонаграждение в те годы – дерзкая политическая сатира. Он увидел, как эти бюрократы, чиновники ко всему этому относятся, в том числе которых он очень не любил, с которыми были сложные отношения. Конечно, тут был подтекст. 1964 год. Янгибаров на гастролях в Чехословакии. К нему, как и к любому советскому артисту, в каждой заграничной поездке приставлен работник КГБ. На всякий случай. У Ленина был такой, естественно, полуграмотный такой служака Иван Чехира. И он часто о нем рассказывал, злился. Злился от того, что находится под колпаком. Янгибаров не мог дать за собой следить. Не в его характере. Он удрал из-под носа у КГБшника. Позже позвонил своему надсмотрщику. Я в Австрии. Так клоун раз и навсегда становится невыездным. А Ленин был характер такой задиристый. Он был очень такой независимый человек. И все, любое давление извне, любая попытка вставить его в рамочку – это воспринималось в штыки. Янгибаров всегда использовал минимум реквизита. С одним чемоданом простейших предметов мог отработать двухчасовую программу. Он считал, что репризы на манеже должны быть просты, как детские сказки. Но даже в основе сказки должна лежать самая глубокая философская мысль. Он называли клоун с «Осенью в сердце». И он не был смешным клоуном. Он не смешил. Опять же, он даже некоторых не оставлял заставление улыбаться. Но это тоже клоунад. Это тоже артистизм. Он, конечно, сделал очень многое именно потому, что он сказал слово. В этой репризе, как в любом хорошем произведении, есть все. И экспозиция, и завязка, и конфликт. Интеллигентный молодой человек вынужден сражаться за цветок. Брошенный воображаемой девушкой из зала. Публика обожала эту репризу. Янгибаров писал об этом в своей книге. Помню ревущий зал после клоуна «Одэ бокс». И что совсем невероятно. Вызовы после моего ухода. Вызовы. Как будто это театр, а не цирк. До своего прихода в цирк, Янгибаров профессионально занимался боксом. И достиг весьма высоких результатов. На первенстве Москвы по боксу в сезоне 52-53 годов он одержал 9 побед и потерпел всего одно поражение. Так что за себя он мог постоять. Я вот смотрю и не знаю. Ну вот если быть совершенно беспристрастным судьёным, победа это или поражение? Ну я полагаю, что такое поражение сильнее победы. Грустный клоун, клоун с осенью в сердце, клоун-философ, клоун-поэт. Так всё чаще называют Янгибарова его современники. Он дружил с Роланом Быковым, Олегом Стриженовым, Владимиром Высоцким. Любил Ван Гога и Чайковского. Много писал, много читал. У него же библиотека какая была. Он же книги-то привозил, чемоданы. Мы всегда говорили, люди везут магнитофоны, это самые, ну какие тряпки, там дублёнки, кто чего-то. Даже время дефицита всё-таки был. Привозил. И какие книжки-то у него? Он же читал Бальмонта, понимаете, Белого. То, что мало тогда издавал, стружно было доставать. В Чехии в магазине увидел Андрея Белого книгу. Книги запрещённые были у нас. Денег давали малышу очень, советским выезжающим туда. Он посмотрел, сколько стоит. У него была замшевая куртка. Он сразу снял и взял эту книгу. А потом в другом магазине увидел Хлебникова издание прижизненное. Но магазин был закрыт на обед. Он дождался, пока магазин открылся. Свитер у него был такой, большим воротником. Он отдал этот свитер за эту книгу. Он обожал быть в центре внимания, быть на виду. В аэропорту на глазах у сотен случайных людей мог достать булавы и начать жанлировать. Он даже на свадьбу ко мне на руках приходил. Мы отмечали в Гранд-Отеле мою свадьбу. И Леня снизу на руках поднялся, пришёл поздравлять. Леня был чудным пареньем, талантливым, невероятно совершенно. 2015 год. Краснодарский государственный цирк. Это Петер Поппер. Ему 32. Он из Чехии. По профессии он гончар-керамист. По призванию клоун. Он внук Леонида Ингибарова. О том, что его дед известный советский клоун, Петер узнал в 13 лет. А в 29 понял, что хочет жить в России и быть как он. То, что делал мой дед, это... Если бы не было искусства, я бы даже здесь не сидел. Это же вы сами понимаете. Та же шляпа, тот же платок, те же ботинки. Они даже внешне похожи. Пока Петер, ещё начинающий артист. Он много заимствует у деда. Но в будущем планирует стать таким же самобытным клоуном, каким был Ингибаров. Клоун должен быть всегда смешной. Я считал, что это неправда, что это не должно так быть. Я просто... Это не всегда должен быть клоун смешной. Это фрагмент художественного фильма «Путь на арену». Леонид Ингибаров в роли Лёни Ингибаряна. По сценарию он младший сын профессора и мечтает стать клоуном. Но семья выбор начинающего артиста не поддерживает. Я не пойду в университет. Я буду умирать вместе с умирающим искусством. Людмила Бабарыкина – двоюродная сестра Леонида Ингибарова. Сергей – двоюродный брат. Это их мама. В фильме тётя Лёня Ингибаряна – единственная, кто поддерживает артиста. Так было и в жизни самого Ингибарова. Мать Ингибарова, Антонина Андреяновна, родилась и выросла в Москве, в Марьиной роще. Там вырос и Леонид. Вот их дом на нашем экране. Деревянный дом, без удобств. Две комнаты, одну сдавали, вода из колонки, туалет на улице. Конечно, Антонина Андреяновна мечтала о лучшей жизни для сына. Но чтобы переводчиком в посольстве стал. Наступил счастливый день для матери. Сын принёс то, о чём она мечтала долгие годы – диплом о высшем образовании. Мать стояла во дворе, соседка тётя Фрося сидела на скамейке. Когда сын, пританцовывая, шутливо бросил матери бордовую книжку. «Держи!» – всё! – и убежал. «Что там такое?» – поднялась тётка Фрося. Клоун прочла мать с дрожащими руками. А тётка Фрося, обнимая её, сказала, «Ну чё ты расстраиваешься? Небось, тоже профессия». «Сегодня и ежедневно» – вот, пожалуй, самые обязывающие слова для циркового артиста. «Ежедневно он должен быть в лучшей форме, потому что эти зрители будут судить его только сегодня». Цирк забирает всё его время. Он постоянно репетирует. Клоунам тогда не дают отдельного репетиционного времени. А у него – половина репертуара – ходьба на руках и жонглирование. «Янгибаров» приходит в цирк восьми утра и до пяти вечера занимается, где придётся, ни с кем не общаясь. «Что за ночные репетиции?» «Послушайте, друг, пожалуйста». «Вы посмотрите на себя. Воду выжимать можно». «Но вы же сами говорили, труд до седьмого фото». «Да, но не до тридцать седьмого. Перегоришь?» «Нет». «Даже среди профессиональных эквилибристов его могут выполнить единицы». «Баланс на одной руке» является одним из основных элементов силовой гимнастики. Чтобы его исполнять, нужно научиться. Уверенно стоять на двух руках и уметь в стойке переводить весь тело с одной руки на другую. Стоять на одной руке у стены. Делать поперечный шпагат. Отжиматься в стойке на руках. Чтобы выполнить трюк «Крокодил», нужно второй рукой перевести вес тела на опорную руку. Лишь потом, после этого, плавно и без рывков, отпускать вторую руку. Енгибаров много работал и много зарабатывал. Артист давал от 40 до 60 выступлений в месяц. За каждое получал по 25 рублей. Так что сумма обычно получалась более чем приличная. Но через пару дней после получки от нее не оставалось ни копейки. Все, что он зарабатывал, он оставлял в ресторане ВТО на Тверской. Моя мама всегда говорила, Ленечка, тебе же так трудно даются эти деньги. Ты лицом по манежу все два часа. Зачем же ты их потом разбрасываешь? Он говорит, что они... Он сыпал ими. Через буквально неделю он раздал звонок в дверь. Или я открывал, или мама. Он говорил, тетка, дай трешку. Все. Особая статья расходов Енгибарова – женщины. Он мог запросто купить дорогую шубу в универмаге, подарить понравившейся продавщице, сказав только одно – Леонид Енгибаров. После эффектно раскланяться и уйти. Женщины были для него источником вдохновения. Для них он сочинял новеллы. Для них исполнял свои номера. Ему нужно было хоть на мгновение, но любить. В каждом порту по невесте. И дети по всему Советскому Союзу. Это про него. Приходила женщина, приводила ребенка. И говорила, например, это Ленина дочка. Моя мама сразу на руку смотрела. Потому что, говорит, пальчики Ленины. То есть сразу рассказать. Несмотря на слухи о том, что у Енгибарова было много женщин и детей, о них мало что известно. Но точно известно, что женат он был всего лишь один раз – на актрисе Аиде Шереметьевой. Но брак продержался недолго. После Аиды Енгибаров никогда уже не женится. Мама Петера, Барбара, дочь Ленина Енгибарова и художница Ермилы Голмаковой. Они познакомились в 64-м году в Праге. А в 65-м у Ермилы родилась дочь. К тому времени Енгибаров уже не выездной. Поэтому художница регулярно приезжает к нему в Москву. Приезжает и после его смерти. Да, она к нам приезжала после смерти. Она у нас останавливалась. И Барбара потом приезжала. Енгибаров умер, когда Барбаре было 7 лет. Свою мать Петер почти не знает. Они редко встречались. При разводе отец настоял, чтобы мальчик остался жить с ним. Когда Петеру было 15, отец умер. Его забрала к себе тетка. Но вскоре и ее не стало. Петер остался совсем один. Когда близкие уходят, всегда людям сложно. Тут мне исполнилось 22 года, скажем, где-то. А я совсем остался один. И за счет этого я, в принципе, начал искать свои корни. В 2008 году Петер впервые приехал в Россию. После Марьиной рощи и Ваганьковского кладбища сразу направился в цирк на Цветном бульваре. Туда, где когда-то выступал его дед. Мне, конечно, очень жалко и обидно, что я его не мог узнать. Но в России Петер впервые понял, что такое цирковое искусство и почему его дед был влюблен в цирк. Петер не сразу принял решение стать клоуном. В Чехии как-то цирк не читается искусством, как в России. Именно за это мне даже было трудно пойти, когда я узнал, было трудно пойти в цирк и попробовать этим заниматься. И тогда Петер переезжает в Россию. Не пробовать, а сразу жить. И все это в одиночку. Его никто не поддерживает. В Чехии над ним откровенно смеются. Что там будешь делать, кем будешь заниматься? А вообще хочу идти работать в цирке и с временем стать клоуном. А, понятно. С крыши вообще съехал? Я говорю, ну, чуть-чуть, да. Петер три года на манеже. Начинал униформистом. А сейчас он уже клоун. Для вчерашнего гончара-керамиста это настоящее достижение. Я был очень закрытый и такой скованный человек. А получилось так, что я попал в Россию, тут люди себя ведут по-другому. В церкви совершенно по-другому. И я начал откровенности. Начал как будто жить. Между прочим, у Леонида есть одна интересная особенность. Он не произносит ни слова, а впечатление такое, будто говорит. Мне кажется, он сам, сам получает удовольствие от своих проказов. В 1971 году, после многочисленных конфликтов с начальством, Янгибаров ушел из союзга с цирком и создал эстрадный театр «Пантомима». Его вот так оскорбили, не пустили, и он покинул цирк. Я же знаю, я говорю, Леня, ты же болеешь, это же твое, это же цирк, все. Он говорит, давай, только давай, сейчас у меня на две недели гастроли, куда-то, в каком-то городе, проходит две недели. Он сказал, что я вернусь, и мы решим этот вопрос. Я уже программу стал подбирать, все, что к чему. Мне звонит Рагаджанов, говорит, Леня умер. Это был, правда, удар. Это было очень тяжело. И даже, я вот помню, как в дом раздался звонок, мне сказали, Леня умер. Я подошла к маме, говорю, мам, звонили, Леня умер. Она говорит, что ты ерунду-то говоришь, ты что-то не поняла. 25 июля 1972 года. В Москве стояла страшная духота. Горили торфяники. У Янгибарова кололо сердце. Мать вызвала скорую. Медики сделали укол и уехали. Но легче ему не становилось. Вызвали еще одну. Машина приехала только через 40 минут. Клоун был уже мертв. Цирк – это не профессия. Это судьба. И это образ жизни. В цирк не приходят и не поступают. В цирк попадают, как попадают под колеса поезда. Раз и навсегда. Так было и у Янгибарова. Он умер более 40 лет назад. Но его имя, его работа на манеже не забыто. Для современных артистов он до сих пор эталон мастерства. Он – легенда цирка. Сегодня выходной. Сходите в цирк. В вашем городе наверняка идут представления. Может, там сегодня выступают будущие легенды. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова